Все время следят за потолком и стенами. Так свою жизнь описывают жители дома номер 23, корпус 2 по улице Комсомольская. Один жилой корпус с этим же адресом уже признали аварийным и расселили, а вот их часть из-за бюрократических сложностей пока не признали аварийной. Поэтому жители обратились с просьбой посодействовать в решении этого вопроса. Дома они стоят, то есть даже не соприкасаются. Там метров 5, наверное, то есть забор один, как говорится, нас соединяет. В старом плане где-то, потом в жилсервис я пошла. В старый план они вроде бы как единый дом считаются. Я говорю, ну хорошо, если единый, но почему вы нас тогда... Не расселили? Да. На место для встречи с жителями выехали глава Самарского района Роман Радюков и представители районной прокуратуры, чтобы оценить состояние дома. Как пояснил руководитель районной администрации, уже на протяжении месяца специализированная организация, которая должна была провести обследование строительных конструкций дома, в нарушении условий заключенного для этих целей муниципального контракта до сих пор к выполнению работ не приступила. Поэтому будет проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для определения угроз проживания в таких условиях. Мы проведем здесь комиссию по чрезвычайным ситуациям. В этом район опишут все те повреждения, все те угрозы и риски, которые жителям грозят. После этого будем опять-таки наставить на признание дома аварийным. Совместно с прокуратурой и Департаментом управления имущества районная администрация окажет жильцам содействие при их согласии в предоставлении им помещений, пригодных для проживания, где они смогут проживать в нормальных условиях до признания дома аварийным. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.